Всем привет! Это «Бизнес-Номады» и «Взлетная», долгожданный выпуск, в котором самая настоящая коллаборация Сайора Корабаева, Сири Катишев, Марат Ижанов. Отдельно тебе привет! Важная ремарка Сайора – это один из тех людей, благодаря которым появился проект «Бизнес-Номады». Помнишь, как я тебе звонила и спрашивала, а как делаются аудиоподкасты? Да, я помню, мы с тобой встретились, я говорю, слушай, это классная тема, новая тема. И буквально через неделю, это называется «Бери и делай», я взял и запустил классный проект. Спасибо большое. А к тому моменту, 8 месяцев назад, сколько было уже подкасту «Взлетная»? Подкаст «Взлетай» я записала на сегодняшний день, сейчас пишу пятый сезон, но когда мы с тобой разговаривали, это пошел второй сезон. То есть, итого на круг уже полтора года. Да, чуть больше, 50 эпизодов я записала за это время. Да, друзья, сегодня мы разбираем, что такое подкастинг, что такое женское предпринимательство, что такое реальный кейс на примере Сайоры, поиск своего пути в процессе делания любимого хобби, который превращается в бизнес. Ну, это такие краткие тезисы, будет еще много другого интересного. Итак, каким образом ты достигла успехов с все-таки бизнес-подкастом «Взлетаем», там «Топ» в подкастах «Эппл», «Столько прекрасных девушек-предпринимательниц», а потом будет следующий вопрос. Ты знаешь, когда я залетела в подкасты, я вообще ничего не знала о них, и залетела таким новатором, может быть, да, но со своим бэкграундом в маркетинге, в пиар. То есть для меня подкаст стал просто очередным проектом. И когда я делала подкасты, мне все подкастеры говорили, это дело неприбыльное, из-за этого бизнес не сваришь. Все подкасты умирают через год. И все давали просто негативный сценарий. Но я подумала, если можно раскрутить любой блог, Инстаграм, почему люди не раскручивают свои подкасты именно как проекты? И именно с этой точки зрения подошла, и поэтому монетизировала буквально с первого эпизода. Как и мы. Поздравляю с этим, это замечательная листика. У нас немного таких людей. У нас немного, я могу тебе сказать, есть четкая статистика, только 3% подкастов или блогов переходят порог жизни год. Ты его уже успешно перешла, мы к этому движемся, и однозначно будем только расти. Давай дальше, следующий вопрос. Почему ты выбрала тему? У тебя же прям, ну я, наверное, первый гость во взлетаем с мужским голосом, да? Да. Вообще, это подкаст про деловых женщин Казахстана. Идея родилась, в принципе, банально. Я состояла в ассоциации деловых женщин Казахстана, и мы сидели как-то, и каждая делилась своими историями по созданию бизнеса. Кто-то женщины рассказывали, как и, начиная от того, что пол моют у себя в салонах красоты, заканчивая тем, что они на заводах там, вплоть до того, что бывают там и мешки, и грузы, и все эти вопросы решают сами. И в Казахстане, к сожалению, существует такое убеждение, и миф, наверное, что любой бизнес под управлением женщины, это, скорее всего, бизнес, подаренный ей мужем или папой. Так. Все всегда спрашивают, какой агашка за ней стоит, да? И когда я слышала эти истории женщин, мне казалось, слушайте, ну, это действительно женщина делает намного больше, работая в бизнесе, намного делает больше, чем мужчина. Интересно. Почему? Потому что женщина работает, строит бизнес наравне с мужчиной, а домой она приходит, она еще строит быт, семью и так далее. И мне захотелось рассказать эти истории миру, Казахстану о том, что женщины у нас невероятно крутые, каждая из них. И поэтому я начала писать подкасты не только про женское предпринимательство, но и каждой гостью стала задавать вопросы, как они все успевают, как совместить работу и семью, потому что у нас, ну, в Казахстане свой ментал, знаешь, женщина мало того, что она должна быть суперуспешная на работе везде, чтобы уяд был массовый, знаешь, а во-вторых, чтобы женщина еще была хорошей снохой, хорошей женой и так далее. Матерью. Поэтому я начала задавать эти вопросы женщинам, где-то лайфхаки спрашивать, как создать бизнес, да? И в итоге получилось так, что эти истории стали очень мотивирующими историями для женщин, кто выходит из декрета, потерялись. Всю жизнь работали многослужбы и хотят открыть свое дело. И вот так мы наработали свою аудиторию. И людям стало заходить. То есть я поняла, что многие подкасты пишут обо всем и ни о чем. Согласен. И чем уже ты берешь тему и придерживаешься ее, то аудитория привыкает и как сериал ждет нового-нового героя. У меня сейчас к тебе вопрос будет как к ресерчеру. Потому что по факту... Сколько вышло уже выпусков? 50. 50 интервью ты уже провела. Это вполне себе серьезная, релевантная выборка. Да. И вот ответь мне на три вопроса, которые ты, собственно, сейчас озвучила. Как все успевать? Давай начнем с этого. Это касается предпринимателя. Не обязательно женщины, но все-таки в первую очередь женщины-предпринимательницы. Делегировать. Так. Все буквально, кто приходит ко мне, говорят, я делегирую. То есть бытовые там вопросы, где не нужно быть на передовой, да, то уборка, все делегируют. Это во-первых. Во-вторых, в бизнесе тоже команда. То есть женщина управляет, она локомотив, но у нее за ее спиной стоит команда ответственных исполнителей и правильно отлаженные процессы в бизнесе. Как их у всех? Второе. Как найти в себе силы для старта? У тебя же наверняка были разные. Все говорят. У чего? Опять у всех одинаково? Все говорят, что просто все боялись, но делали. Выхода не было. Ну, на самом деле были разные истории. Знаешь, я когда записываю некоторые эпизоды, я сама вижу и плачу. Вот, к примеру, у меня была Зарина Гусман. Она рассказывала историю, что у нее, у супруга выявили рак. Так. И он буквально за три недели сгорел. То есть они очень поздно выявили это. И она осталась маленьким ребенком. Ему было, по-моему, три месяца на руках. И все. И она говорит, мне просто пришлось вставать и что-то делать. И она рассказывала эту историю, как устанавливала оборудование, как она еще вот эти последние месяцы водила своего мужа на химию и так далее. Носила его на руках буквально. Хрупкая девушка. Пережить смерть близкого человека и найти в себе силы на обеспечение. И сегодня у нее, представляешь, у нее сеть студий BodyPro, я не знаю, это реклама или микрама, но у нее вообще сеть студий по всему Казахстану. И это обычная девушка искусственная. У меня были истории, как девушка, опять же, искусственная, я не знаю, там, может, кузница каких-то, женщин-предпринимателей. Но она расширила, открыла первую балетную школу для детей. И сейчас открыла в Сингапуре, в Дубае. И сама вообще живет где-то в Испании и развивает свой бизнес на удаленном. Давай разберем. Вот один какой-то совсем локальный кейс, а другой глобальный. Ты почувствовала разницу? Вот даже на этих двух примерах. По сути, у женщин, у всех по всему миру одинаковая проблема. Как не бояться начать, как с вами найти стереотип, что я женщина, и работать наравне с мужчинами. Как все успевать. Но я хочу сказать, что подкаст — это вообще уникальная возможность для того, чтобы проявляться, раскрываться, показать себе миру и сделать буквально рекламу на весь мир. Условно возьмем традиционный, мы с тобой выходцы, из традиционной журналистики, если ты хочешь разместить интервью где-нибудь в газете. Во-первых, оно стоит несколько нулей дорого. и это возможно сейчас в газету никто и в Америке, в Англии. Очень сложно найти этот выпуск и прочесть. Хорошо, если он будет онлайн. Если мы говорим про какие-то другие телевидения, это вообще очень дорого. Но если ты хочешь стать своей маленькой звездой и рассказать про свой бизнес на весь мир, то подкаст — это очень удобная точка входа. Во-первых, недорогая. Причем сейчас важная ремарка. Мы с тобой говорим, находясь в студии видеоподкастов, на самом деле не забываем о том, что все-таки бейзик его основа — аудиоподкасты. В этом смысле, уважаемые слушатели, слушательницы и зрители, и зрительницы, сейчас Саиро разбирает кейсы именно аудиоподкаста. В этом смысле он совсем легко запускается. И дешево. Если у вас свой подкаст, то по сути вы платите либо на покупку оборудования домой, это микрофон и какой-то хотя бы немного акустический фон, либо приходите, как вот я открыла сейчас студию, в студию и пишите здесь. По сути, минимальные вложения, но вы получаете просто классный, качественный продукт, какой вы хотите. Вы знаете, сессия бизнес-номадов и принимающая сторона сегодня подкаста «Взлетаем» и студия подкастинга «Саундбар» в Астане, столице Казахстана. Мы не просто так здесь встретились, а чтобы вживую рассказать о том, на твоем живом кейсе, находясь здесь, как твоя любовь к подкастам. Мы это разобрали, почему ты это начала делать, потому что ты хотела об этом рассказать. Втянулась, не опускались руки. Походу, а были, кстати, ощущения иногда, что типа «Ой!» Да, были. Потому что с подкастами очень сложно отследить, и ты не понимаешь обратную связь. Ты их не видишь. Кто-то пишет комментарии, а кто-то нет. И ты как будто работаешь и не можешь получить дозу вот этих социальных поглаживаний. И мне казалось, что кто меня будет слушать? Но я ежедневно получаю в директ просто такие типа «Спасибо, вот та женщина рассказала историю, это прям про меня». Или я использовала, взяла на вооружение то, что рекомендовали. Я подумала, я делаю не зря, я буду продолжать это делать. Но в какой-то момент, ты знаешь, меня не раз подводили все эти студии. Бывало такое, что то звук пропадет, то еще что-то. Было такое? Да. Ну вообще был страшный сон. И просто ты думаешь, я пригласила там суперкрутого гостя, и звук пропал. Теперь я по другой стороне, что я понимаю, что это... Это может произойти? Да. Везде, кроме саундбара. Окей, и ты? Я просто в какой-то момент написала мужу, я готова, я хочу свою студию. То есть он мне уже последние там полтора года говорил, ну типа, почему ты не откроешь пиар-агентство, почему ты не откроешь маркетинговое, и так далее, да. Я всегда говорила, нет-нет-нет, я вот работаю, там консультации провожу, мне достаточно. Но тут я написала, что я хочу студию такую, в которой комфортно будет мне работать, куда мне будет не стыдно пригласить гостей, потому что все-таки у нас в Казахстане еще бытует мнение, что звукозаписывающая студия, это где-то студии в подвале, знаешь, это где песни записывают, но то и примерно на таком уровне. И мне хотелось сделать комфортные условия, ну и тем более сейчас люди уходят в видеоформат, чтобы была возможность совмещать аудио и видеоформат. Да, возможно, первый выпуск подкаста взлетаем, попробуешь благодаря этой нашей встрече в формате видео и посмотрим, может быть, не знаю, на постоянной или основе. Да, мы будем делать. Именно благодаря Сайора тебе, вот я тебе серьезно говорю, благодаря лично тебе у бизнес-номадов появились аудиоподкасты, то есть, когда мы сразу стартовали, я по классике все-таки думал о видео и о коротком жанре в тиктоках, инстаграмах, твиттерах. И наличие сейчас там нас на шести площадках и, допустим, достаточно неплохие результаты в Apple подкастах на четвертом месте мы в категории бизнес. Отличная реакция Spotify из ряда стран, таких как Германия, Мексика, Таиланд, Израиль на русском языке. Я сама слушаю вас. Я ни разу не видела YouTube-версию. Я сама слушаю только аудиоподкасты. И я объясню, почему. Потому что я слушаю их, ну, я мама. Да. И вот, ну, каждая женщина настолько устает, чтобы вот прийти и сказать, дети, вы все подождите, я маму буду смотреть YouTube. Вот там. Да. И включить, и вот смотреть, невозможно. У женщин такое не работает. Поэтому походы в машине или в наушниках где-то. Да, мне интересно. Слушай, когда я еду, там, не знаю, в школу из школы и так далее, вот в пробке стою, идеальный формат, это 30-40 минут, и с точки А в точку Б, пока я доезжаю, я дослушиваю один эпизод, получаю полезную информацию, я не слушаю радио или там еще что-то, реклама, да, всегда. А тут получается в подкастах удобно, без рекламы четко ты просто слушаешь одну какую-то тему. Да. И, не знаю, мне кажется, ты можешь слушать, пока ты тренируешься, пока гуляешь, сейчас все популярные 10 тысяч шагов делают, да. И именно поэтому за аудиоподкастами будущее, потому что ты можешь делать его параллельно, занимаясь другим делом. Очень важному, к важному вопросу мы сейчас подобрались. И в намадах, и во взлетаем, я это знаю, не только беседа о какой-то там психологической стороне вопроса, но и достаточно много конкретных хаков, подсказок, кейсов. Давай прямо сейчас, я уверен, у тебя уже такое было, и в инстаграме ты об этом говоришь, и к тебе люди приходят за платными консультациями, но немножечко приоткроем завесу. Первые шаги для создания аудиоподкаста. Чтобы создать аудиоподкаст, нужно понять, какая тема тебе интересна. Так. И 90% людей говорят, я хочу записывать интервью, мотивирующие истории, и ты попадаешь в такую, знаешь, западню. Ты делаешь, как у всех. Все хотят быть дудем, или там, за опрой, да, и писать интервью. Но на самом деле форматов подкастов очень много, и самые крутые подкасты, это соло-подкасты, где ты один делишься своим экспертным мнением. Я бы рекомендовала не бояться уходить узкую тему. Например, если вы врач, делайте подкасты про врачебные какие-то вопросы. Допустим, врач-эндокринолог конкретно сидит и рассказывает про гормоны. Про гормоны, Не отвлекаясь, да. Ну знаешь, ну ведь про гормоны можно и питание подключить, и разных спикеров. Я сейчас вообще всегда вот радую за то, чтобы даже где-то миксовать твой формат. То есть сегодня я могу записать интервью, а завтра я могу, например, на эту тему углубиться и рассказывать больше про гормоны. А ты уже начала делать у себя это? Мы как продюсеры от студии делаем подкасты для других людей. Замечательно, прекрасно. Итак, тема выбрана. Дальше. Мы выбираем тему. Далее что делаем? Прописываем контент-план. Какие темы? То есть, чтобы на десятые, ну ты сам знаешь, да? Надо вперед на десять написать. Хотя бы десять, чтобы у нас было. Почему? Потому что если мы можем придумать только пять тем, значит, подкаст не выживет. Смысла нет вообще запускать его. На самом деле, любая тема бездонная, но если ваша фантазия не работает дальше пяти эпизодов, не записывайте такой подкаст, вообще не тратите время, значит, вы его забросите. Второе. Нужно подумать над упаковкой подкаста, потому что алгоритмы Apple, Google и Spotify, они не предполагают контекстную рекламу, они не предполагают таргетированную, невозможно за деньги выйти в топ. Да. И единственный вариант, когда у тебя очень классная обложка, привлекающая внимание, отличающаяся от других. Я это поняла на собственном опыте. Знаешь, первую свою обложку я сделала в конве, сама. Зашла и типа пойдет. и ничего не бывает более постоянно очень временное. Она у меня провисела почти год, через год я поняла, что я что-то не так делаю. Люди просто так из приложения ко мне не приходят. Я наняла специально иллюстратора профессионального, она мне отрисовала обложку, и сейчас некоторые люди прям говорят, я увидела обложку, такая классная, яркая, красочная, просто перешел и зацепила. А второе в упаковке это джингл. Джингл это музыка, которая идет либо фоном, либо в начале и в конце как перебивка, которая настраивает на то, что ты слушаешь подкаст. Я сегодня благодаря тебе понял, что наверное все-таки я сделаю открывающий джингл для аудиоподкаста, потому что у нас его не было, нам казалось это наоборот правильно. Человек нажимает play, и что ему там слушать тизер? Например, в видеоверсии у нас раньше был тизер, мы его убрали, потому что человек нажимает и мы говорим здрасте, сегодня мы говорим о том, что такое целеполагание в бизнесе и сразу начинаем разбирать, не тратить время на это. Но а в аудио формате оно нужно? в аудио немного другой формат, потому что человек вставляет наушники и он должен погрузиться в атмосферу. И самый простой способ погрузить в атмосферу это аудио, музыка какая-то фоновая, может быть интересная, может быть такая наоборот цепляющая, потому что если даже примерно эту музыку он услышит где-то, он такой это же подкаст. Ты знаешь, я сама первый подкаст был, по-моему, Кант Медиа, и у них такая щекер-щекер, я прям ходила весь день и такая щекер-щекер говорила. И думаю, я хочу такой подкаст, я хочу такой джингл. И тогда в Тик-Токе появился певец мистер Кенжибек Нур Долда, он начал набирать обороты, я смотрю, он прям его все. Почему? Потому что у него проблемы со зрением, и он пишет музыку не видя, то есть он не видя. Исходя из слуха. Да, и у него просто шикарный голос, и его рил стали просто набирать миллионы, миллионы. И я думаю, что за чувак такой интересный, подписалась, и я прям влюбилась в его голос, и думаю, как мне с ним на связь выйти, и просто написала в директ. Здравствуйте, я ваша фанатка, я пишу такой-то подкаст, вы можете написать мне джингл? И его менеджер, его брат вышел на меня и говорит, знаете, мы вообще такое никогда не делаем, ну у вас такой интересный проект, мы вообще хотим с вами поработать, давайте мы его напишем. И он мне написал авторский джингл. И ты знаешь, я специально конечно его завирусила, я прям челленджи делала, чтобы люди в инстаграм записывали свои рилс на эту музыку, но сегодня многие женщины спросить, они где-то дослышали мой подкаст, мы взлетаем, all right, да, вот оно запоминается, поэтому джингл, не нужно сбрасывать со счетов. И сейчас, кстати, век нейросетей, они уже добрались и до аудио формата, видео уже вот-вот практически будет, за относительно небольшие деньги, там вот 10 долларов платной подписки на сервисах типа... Eleven Labs, Eleven Labs может озвучить твой английский язык. Я сейчас даже не про это, я про музычку, но и озвучить тоже, soundro, например, .io. Кстати, ссылки обо всем, о чем мы говорим и в бизнес-номадах, я думаю, взлетаем, всегда есть в описании. Итак, мы, получается, выбрали идею, создали, упаковали на подкаст и начинаем записывать. Записывать можно либо у себя дома и можно даже взять телефон, сейчас говорят, телефон с носком. Да. Носок надеть на телефон и записывать так, это прям совсем супер дешевый способ, но, естественно, ты на такой способ гостя не позовешь. Да. Либо записывать у себя где-то в гардеробе, либо по зуму даже можно, есть возможности, если ваш спикер живет далеко, можно сделать так, чтобы более-менее качественный звук собрать. Он у себя записывает дорожку, вы у себя и по зуму у вас разговор. Ну и самый идеальный способ, когда у вас просто звук, да, шикарный, это пойти в студию. Это тоже недорого стоит за аренду студии, но тогда звук очень важен в аудиоподкасте. То есть, если у вас видео еще можно как-то где-то перекрыть картинкой, то в аудиоподкасте, если у вас звук шероховатости, если плохо слышно, то человек просто переключается и не слушает. Ну вот важная ремарка сегодня, мы всегда в намадах не стесняемся никакой изнанки, бэкстейджа. Мы совещались, надо ли нам поставить классические, классные твои подкастерские микрофоны где-то, а не тут? На них, конечно, мы пишем чистейший звук. То есть, с петличек тоже звук хороший. И, наверное, обывательский слух даже и не уловит. Быстрые и удобные сервисы Жусан Бизнес это легкая и выгодная диджитализация финансовой стороны вашего бизнеса. Управляйте всем онлайн, открывайте счета, осуществляйте переводы и платежи, выпускайте карты, продавайте свои товары через удобный маркетплейс в рассрочку и кредит. Ссылка в описании. Давай договорим о очень важной истории, которая самый кайф происходит у тебя сейчас на кончиках пальцев. Это у тебя происходит. Ты только взяла студию, ты только заканчиваешь, закончила уже ремонт. Это, по сути, мы сейчас первый раз презентуем именно большую часть. Там еще есть аудио. Да, мы сделали несколько локаций, чтобы здесь тоже можно было писать аудиоподкасты, хороший звук, поэтому у нас здесь вот везде акустический поролон. Красивый розовый. Сзади меня. Ты гламурно сидишь на розовом фоне. Да, но при этом еще и видеочасть делала, потому что изначально эта студия была под чисто аудио. Изначально, да, это была аудиоподкастная, но если теперь уже рассматривать это как бизнес, давай немножко об этом. То есть, что какие ты перед собой ставишь цели? аудиоподкасты, я же сказала, ценник невысокий, невысокий, но чтобы мне зарабатывать на студии и окупать, да, то, конечно, видеоформат. Это и онлайн-курсы сейчас актуально, все записывают, все эксперты онлайн-курсы, и это и для корпоративного сегмента, кто-то записывает обучающие уроки, ну и, безусловно, вебинары. У нас здесь хороший интернет, мы провели специально, потому что вебинары это, наверное, основной хлеб любой студии. Замечательно, прекрасно. Какие цели ты ставишь, я не знаю, что загруженность, там, 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году, или у тебя, в принципе, какие-то другие или ты пока их еще не выработала? Ну, пока мы готовы выходить, да, 7 дней в неделю для ваших клиентов. и сейчас мы работаем пока вот на одной локации, то есть, если ты арендуешь студию, да, то ты можешь передвигаться по студии. В дальнейшем я планирую аудио, ну, ту маленькую подкастную сдавать отдельно и здесь отдельно. Ну, попробуем, только открылось, я не знаю, ты знаешь, мне мой подкаст «Залетаем», да, опыт всех вот этих 50 женщин, которых я записала, сейчас он, я каждый раз вспоминаю, вот это вот это рекомендовала одно, второе, второе, и буквально это реалити-шоу такое происходит, потому что то, что они мне советовали и будут советовать, пятый сезон я посвятила тому, что я открываю бизнес. И вот по среде мы выходим и каждой женщине я буду задавать вопрос. Вот моя студия, ты же опытный предприниматель, давай, давай, сделай мне, ну, что-то прикольное, предложи мне, как мне развиваться, и они будут мне рекомендовать. Замечательно, ну, давай, я тебя спрошу, как тебе развиваться. Вот, допустим, очень маленький пример для меня в одном маленьком бизнесе, тоже связанном с арендой таких возможностей. Надо ли прикручивать WhatsApp бизнес к Instagram странице? Или пусть директ пишет? Вот такой маленький вопрос технический, у тебя как ощущения? Нужно прикручивать WhatsApp бизнес к Instagram странице, потому что а, в Instagram очень много пишут комментариев, которые не всегда по теме. и правильные, какие-то нужные вопросы могут зазеряться в директе просто. Это, во-первых, во-вторых, все-таки в теплую продавать, уже до продажи какие-то делать, да, в прямом диалоге в WhatsApp эффективнее, на мой взгляд. Согласен. Это потому что, то есть, если человек нажал и перешел, дождался, пока линка его перебросил в WhatsApp, он уже сюда пришел не просто так там написать. Хей, классно. Он там конкретный, потом опять же, инструменты вот сап-бизнес позволяют... Если что, позвонить ему, набрать, объяснить, как проехать в студию и так далее. Да. Вот. А у меня к тебе есть тоже вопрос. Так как мы начали вначале говорить о том, что как монетизировать подкаст, да, вот условно, мы создали подкаст, мы его упаковали, и почему многие подкасты сдуваются, потому что не получают денежного вознаграждения. То есть, ты вливаешь деньги как бы в пустое. Как сделать так, чтобы монетизировать подкаст? Вот вы что делали в бизнес-номадах? Вы сначала продали его идею. Есть такая как бы технология, ты сначала продаешь идею рекламодателю, и рекламодатель уже тебе заранее, да, предлагает, либо наоборот. Я все-таки сторонник, хотя вот Марат, например, сторонник того, чтобы сначала осуществить продажу, уже потом условно двигаться. Но это правда говорит о том, что твоя услуга или твой продукт должен быть настолько ценным и необычным, чтобы люди сказали, слушай, да, мы готовы даже сделать предоплату, например. И есть такие случаи. У нас была классика, мы подготовились, ровно 10 тем подготовили, достаточно быстро их записали, уже сразу там именно, ну вот, с друзьями там, давайте поговорим об этом. и буквально после нескольких выпусков, тут важно, я сделал первый шаг на встречу к нашим партнерам по интеграции МЖ Сан Бизнес, наши первые партнеры, пришел и просто рассказал о проекте, они сказали, слушайте, как интересно. Причем и не потому, что я, Серик Акишев, известный там телеведущий. А просто это новая площадка, да? Это не просто новая площадка, а вы прям отличаетесь от всего, что условно находится в поле инфобизнеса, потому что вы не инфобизнес. Вы сидите, если у вас выпуск называется цель, стратегия, план, задача, то все-таки сейчас люди с опаской, ой, я сейчас буду слушать, а он в середине видео скажет, и приходите ко мне на платный курс, я вам дальше дорасскажу. А мы прям сидим и полностью рассказываем, что такое цель, что такое стратегия, что такое план, что такое задача. Человек, как по сути, прослушивал учебник, пошел работать. Они говорят, так никто не делает, то есть никто правду матку от начала до конца условно, бесплатно не дает. Вы вообще зачем потому что мы решили бизнес-модель строить все-таки с наличием партнеров, как медиа. Может быть, впоследствии появится какая-то там платная подписка в виде, но не в виде, как, допустим, у ряда западных сервисов, даже у крупных и средних, там, не знаю, Persian Gull, вспоминается, или какой-нибудь Wall Street Journal. Ты читаешь статью или слушаешь аудиоформат, и он там через, на второй выпуск он говорит, а дальше платно. Да, есть такое. Вот, пройди, заплати по карте. Так вот, совет такой, сделайте первое, потому что, когда ты сделал, все-таки разговор нам, ну, то есть, это называется MVP Minimum Viable Product, минимальный жизнеспособный продукт, ну, вот ты же рассказал, его легко сделать. И это какие-то абсолютно вменяемые вложения, исчисляемые даже не в тысячах, а в сотнях долларов, например. Или даже, может, менее. Ну, окей, там, несколько сотен долларов, это можно сделать. И пойдите о нем, расскажите, не бойтесь, найдите в гугле телефон крупных рекламных агентств, или вашего нативного партнера, допустим, если мы сегодня сейчас адресуемся к аудитории взлетаем женской, допустим, она рассказывает о материнстве, там, о первых шести месяцах ухода за ребенком. Знаешь, у меня второй сезон был такой неоднозначный. Ко мне пришел рекламодатель, это спортивный клуб, и я им говорю, ну, где женщины, там, спорт, да, у меня вообще про бизнес женский, я не знаю, как закрутить вас на рекламу, но нужно сделать нативно. И тогда я им предложила такой вариант, я буду всем женщинам задавать такой вопрос, типа, наш сезон посвящен ментальному и физическому здоровью женщин, поэтому, женщины, вот, вы занимаетесь спортом, вы не занимаетесь спортом, а если вы не занимаетесь, то вот есть такие возможности у спортивного клуба. И вышло прикольно, то есть главное, ну, подходить креативно. Очень интересно, да, но все-таки я бы исходил с того, что продукт, который рекламируется в вашей, там, медиаштуке, в вашем инстаграме или в вашем подкасте должен быть нативен вашей аудитории. У меня нативно, потому что, ну, в любом разе каждый человек должен заниматься спортом. И среди моей целевой аудитории было интересно именно этому спортклубу. Потому что это такой более премиальный сегмент и так далее. Ну, мы отработали. Но я хочу тебе сказать, знаешь, можно монетизироваться подкастеру не только через рекламодателя и прямую рекламу или нативную рекламу. Есть такой способ воронки. Так. И многие делают подкасты, выстраивая его воронку продаж. И я протестировала свою гипотезу. В общем, за эти полтора года я каких гипотез только не тестировала. Но я сама пошла на подкаст гостям. Подкаст называется «Фома дома». И они тоже вот прям вот нужно было прийти и всю правду матку рассказать. Как продвигаться в Инстаграм, что делать. Прям пошаговый план. И они говорят, к нам люди боятся идти, потому что жалко. Информацию жалко. Сейчас я все расскажу и ко мне больше никто не будет приходить на консультацию. Бесплатно будет с вашего подкаста. Так. Я говорю, хорошо, я приду. Я пришла. Тебе было не жалко? Мне было не жалко ей как бы, ну, рассказал все как есть. Так. Ну, за час я, естественно, не могу рассказать весь свой 20-летний опыт. Да. И я между делом говорила, я вот на своих консультациях даю вот так и так. И я несколько раз сказала, что я на своих консультациях даю такую информацию. Что ты думаешь? Вышел эпизод. 52 заявки на мою консультацию. 52. Если бы это был мой подкаст, и то есть многие делают такой подкаст, особенно маркетологи. Да. про продажи. Они делают соло-подкасты, ну, например, Митрошина даже такое делает. Митрошина бесплатно дает, ну, наверное, многие знают, да, блогер, она дает бесплатно очень много информации. Но люди, прослушав, прогреваются на нее, как на эксперты, и покупают ее онлайн-курс или покупают ее консультацию. И здесь еще важная ремарка, она касается того, что все-таки, ну, не знаю, это в нашей биологии, в нашем генотипе заложено, в принципах человека и того, что мы социальные животные. Обучение с ментором, с учителем, с тренером, но оно проходит просто быстрее, эффективнее, особенно, когда тема для тебя неизвестная. Поэтому, если ты, знаешь, слушаешь, ну, у тебя вообще шикарный, прекрасный голос, и вот ты слушаешь, привыкаешь к подаче информации, ты, когда выбираешь между этим консультантом и этим, как бы выбираешь того, кого ты знаешь, кто всегда в твоих ушах, и все, и так продает подкаст. То есть, вот эти заработки можно учитывать при написании стратегии развития подкаста. К третьей части нашей сегодняшней встречи, это такой, ну, флешбэк, наверное, к тому, что делает подкаст «Влетаем», и, собственно, то, что мы в «Номадах». Личность фаундера, неважно, бизнеса, стартапа, или это там, топ-менеджер, или человек в найме, очень-очень важна. Так вот, немножко о тебе, как о личности. Мы очень давно дружим, и я в хорошем смысле, ты нас, близких, радуешь тем, что ты все-таки успеваешь все. У тебя и классный инстаграм, и дети накормленные обуты, одеты там, и всякие занятия. Муж доволен, счастлив, родственники, и ты сама вроде как довольна, хотя, конечно, иногда хочется просто лечь спать и забить на всех. Вот это, давай с этого начнем. Как вот это все? Мне кажется, у нас вот в Казахстане живут такие женщины. и бизнес сейчас. Да, давай не про Казахстане вообще. Как у меня это получается? Почему в Казахстане? Только в женщину во всем мире касается. Да. Ну, у нас еще женщина, помимо того, что она вот такая, она еще килин. Так. И поэтому у нас это в генах, в генах, когда все мужчины там воевали, ага, да, да, женщина в ауле, вот, кочевом, она все делала и продолжает делать по сей день. Поэтому это, во-первых, у нас в генах, а во-вторых, ну, сложно. Да, нужно отдавать отчет, что это непросто. И поэтому я сейчас пытаюсь оцифровать все процессы. И студию тоже я хочу сразу оцифровать. То есть запись онлайн, чтобы не отвечать вручную, хоть директ, хоть ватсап-бизнес. Я хочу это сделать вообще на... Есть специальные приложения Event App, в которых ты можешь это все сразу оцифровать. Отлично. Дальше? Мне пришлось взять няню. Ты знаешь, я 6 месяцев дочку никому не отдавала, и я ее возила на все свои съемки. Она у меня спала в коляске, я записываю подкаст, она у меня рядом где-то спит, и я выбирала запись подкаста, а потом как бы выпадал на сон ее. Спустя 6 месяцев я просто выгорела настолько, я поняла, что я издеваюсь над ребенком. Мне пришлось взять няню, няня приходит, смотрит, пока я записываю подкасты и съемки. Поэтому делегирование, я тебе тоже скажу, как все мои 50 женщин, делегирование другого вопроса нет. И это нормально, вот это очень важная ремарка, не бояться этого делегирования. Потому что я сейчас прохожу в ряде своих бизнес-проектов прям с кровью, с мясом приходится отдирать вот эти условно полномочия, я же, лучше меня никто не сделает. Оказывается, лучше сделают. Просто нужно. Лучше сделают. Ты знаешь, нет, вот это, когда я брала ассистента, я думала, что взять ассистента, это только могут, не знаю, генеральные директоры заводов, да, но оказывают, и я думала, нет, ну лучше меня, это не, презентацию никто лучше меня не сделает. И там, исследования рынка, никто, я же там, а это вот эго нужно где-то убрать и лучше тебя сделают и красивее сделают. Просто нужно довериться и найти человека, который подходит тебе по ценностям, по энергиям. Да, это очень важно. И это, кстати, ну, может быть, в малом, среднем бизнесе ты еще лично можешь этому посвящать, но в дальнейшем если речь идет, у нас достаточно много фаундеров и CEO крупных бизнесов нас смотрят и слушают, причем со всего мира. вот они могут подтвердить, что если это крутые фаундеры и крутые CEO, можно на топовые позиции помочь HR-ам создать такие процессы и процедуры, что в них самым главным понятно, что если там речь идет какой-нибудь там, я не знаю, анборд кого-то взять, там уже, конечно, тебе лично придется подключаться. А ты знаешь, я тебе более того скажу, особенно это касается малого, среднего бизнеса. Так. Мы думаем, я одна справлюсь, малого бизнеса, я одна справлюсь, все нормально, у меня ИП, зачем мне нужны другие люди. Но как только ты берешь, нанимаешь команду, которые на тебя смотрят в конце месяца и ждут зарплату, ты понимаешь, что ты должна что-то делать. И это так стимулирует. Когда я взяла ассистента, я села, я такая думала, так, мне нужно срочно народить какой-то проект, чтобы я и зарплату закрыла. И это мотивирует каждый день творить больше и больше. И в итоге ты, если хочешь масштаба, если хочешь делать крутые проекты, команда, это не один человек, два, три, пять. Очень интересно. Да, ты сейчас с другой стороны подошла к этому вопросу. Я тебе скажу, я вот когда ассистента взяла просто для блогерского проекта, я думаю, так, мне нужно ей зарплату платить, что мне делать? Давай я запущу платные близкие друзья подписку, сделала подписку по нейросетям, заработала на этом полтора миллиона. Я покупила зарплату на год. Отлично, очень хороший кейс, о нем отдельно расскажешь. Не уже здесь, давай хоть что-то оставим. Теперь очень важный вопрос, он связан, мне, честно признаться, термин не очень нравится, но сама жизнь заставляет его использовать, женское предпринимательство. Да, наверное, это все-таки что-то другое. Энергия другая. Так. Женщина, я поняла, что как только я кайфую от того, что я делаю, а не из позиции достигаторства, так, 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 дедлайны, дедлайны, а как только я чуть-чуть расслабляюсь и наоборот какой-то энергии, такой прикольно, когда мы приходим на съемочную площадку, где-то там посмеяться, где-то, ну не знаю, где-то кого-то наоборот по-матерински пожалеть, сказать, Джон Сол, давай, давай, лучше проходит. Ух ты, как интересно. А у мужчин же не так. У нас не так, да. У мужчин же либо сделал, либо до свидания, все, другого выбора нет. И у вас всегда цели, цель, 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 никакого кайфа, потому что мужчины, мне так кажется, они только мерят вот так, А, Б. Ну, в общем, так и есть. А мы кайфуем от процесса. Да, да, да. То есть я могу даже не в Б прийти точку, а в С условно. А в С может быть даже круче, чем в Б. Но я кайфовала все это время и не напрягалась. Но при этом важная ремарка это касается как женщин, так и мужчин в бизнесе и в стартапах. Все-таки цель очень важна. Может быть, есть такой, я прям разбирал с Маратом и с другими предпринимателями и у меня сложился такой ответ. Что-то, что-то поделаешь, что-то подвигаешь туда-сюда, но потом обязательно не ставь на паузу, в смысле выдохни для себя, найди время и поставь цель. Может быть, ее не надо в самом начале ставить. Ну, там, яркий пример. Не, считать, вот я сейчас учусь. Я человек творческий, и несмотря на то, что раньше я в маркетинге все время считала для других людей, оказывается, посчитать свое страшно. Страшно признаться самому себе, что я не смогла достичь там свой собственный KPI, который я поставила. Страшно, но я вот иду в этот страх. Посмотрим. Уверен, что у тебя все получится. Цель можно поставить чуть позже, но не сильно откладывая, потому что... Нет, у меня есть цель. Да? Да. Но я всегда думаю, она заниженная. Я думаю, для себя вот я эту цель если достигну, окей, но хочется всегда сделать выше. Только что прошел через эту боль и могу тебе сказать, хотя тут такой вопрос, что вот эти вот рекомендации, они, к сожалению, не всегда отрабатывают. Этому нужно посвятить время. Подчеркиваю, прям нужно посвятить время и никогда это не получится вот так 6 секунд. Может быть, это займет даже несколько недель, даже, может быть, пару месяцев. Но просто этот вопрос должен присутствовать. Какую я себе ставлю цель в своем деле? Или вот, допустим, Женя Котов был на скостях, он говорит, так эти цели можно ставить не только в бизнесе, их в семье, с членами семьи. Даже нужно тогда немножко легче двигаться. А вторая ремарка очень важная. Вот прям надо заставить. Вот тут я за то, чтобы заставить себя выдернуть из зоны комфорта и поставить страшную, пугающую, большую цель. Да, наверное, мне надо просить в это. Знаешь почему? Ответ очень простой. Если ты хочешь стать номер 5, хотя бы, ты должна себе поставить цель, ставить, стать номер 1. А если ты ставишь себе цель стать номер 100, ты будешь 0. Ну типа, я там займу, я займусь там 2% рынка. Ты какие 2? Ты 0,2 не займешь. Я хочу стать лидером на рынке, неважно чего. Энергия просто даже другая. Не, на самом деле, то, что ты говоришь, действительно, цель нужна, потому что мы даже когда в навигаторе ежедневно забиваем какой-то путь, да, ты можешь ехать, он тебе предлагает три пути, но по сути ты достигаешь этого результата. Поэтому, да, в бизнесе, наверное, также нужно всегда ставить цель, а как уже ты к нему придешь по каждому времени. Самое еще, знаешь, есть очень интересный бонус, связанный с целью. Желательно все-таки более-менее там большой, такой интересный. А задачи решаются легче. Вот клянусь, вот прям еще буквально вчера не было цели, а сегодня она у тебя оформилась, и даже инструментарий, я не совсем... Это вселенная помогает? Представляешь, вот я до определенных пор был таким немножко скептиком по отношению там ко всему этому. Я думаю, ну у нас без эстоманов можно говорить, а у вас можно дышать маткой? Можно, ты знаешь, я третий сезон писала про эзотериков, потому что они начали мне писать, можно к вам на подкаст, я психолог, суетолог, еще какой-то астролог, я в это вообще не верю, и такая думаю, ну люди же делают бизнес на этом. Это же тоже сегодня бизнес, инфобизнес, да, там, они астрологи, нумерологи, я им говорю, так, слушайте, давайте, приходите ко мне, рассказывайте свою бизнес-модель, почему, как вы зарабатываете на этом деньги, почему бизнесмены к вам ходят, почему они ходят, делают натальные карты, там, на Айаваску, я вот таких даже людей вытаскивала, почему едут люди, бизнесмены на Айаваску, они мне рассказывали, так что, работает, для кого, просто у всех разные инструменты. Совершенно верно, и в завершении финальной части нашей сегодняшней встречи, давай, ну не знаю, по парочке, как минимум, таких прям конкретных советов, вне зависимости от того, в каком статусе сейчас находится человек, хочет он открыть, уже где-то работает в найме и хочет карьерного роста, или, допустим, Анан уже фаундер, но есть некоторые общие принципы, которые объединяют людей с предпринимательской, скажем так, жилкой. Могу я начать, можешь ты, как ты хочешь. Ты знаешь, я как человек, который все-таки консультирует по продвижению в социальных сетях, я бы сказала, в первую очередь, создайте открытую страницу. Если вы работаете в корпоративном секторе и хотите продвигаться по карьерной лестнице, не знаю, в гугле или где-то еще, не нужно вам идти в инстаграм и быть как все. Вот не нужно. Вот удивляешься, да, все такие, потому что все говорят, все, мне нужен инстаграм, пожалуйста, и там какие-то прогревы вечные, да не нужно тебе это ничего, открой страницу в линкдин, развивайся там, там вообще мир крутой для специалистов, и в Казахстане почему-то немногие знают. Совершенно верно. Поэтому я сама, когда начала обращать внимание на линкдин, начала развивать, писать там какие-то свои умные чексты и статьи про маркетинг, ко мне стали писать люди за рубежом. Меня приглашали в Дубай несколько, несколько должностей, да, которые там зарплата намного выше. Да, вот из Дубая чаще всего пишут. Один раз с Пакистаном мне предлагали даже на удаленке работать. Ну, то есть там мир открыт. Да. Ну, если у вас малый бизнес, вы предоставляете B2C, то, конечно, Инстаграм. Если у вас B2B, то это вообще другие могут быть платформы и подкаст в том числе. Совершенно верно. Потому что любой аудио, видео, подкаст, он как вот сейчас модно делает распаковка личности, чтобы о тебе узнали разные грани. И вот подкаст, это идеальная распаковка личности, потому что она показывает, как ты выглядишь, как ты говоришь, что ты говоришь, потому что на слух невозможно обмануть человека. Если ты плохо разбираешься в теме, и тут вдруг начал писать аудиоподкаст, и сразу слышно, что ты тупой. Да. Да, поэтому сразу понятно, как ты разбираешься в теме, насколько ты глубоко разбираешься в теме, и насколько ты в тренде. Поэтому, если вы хотите именно дополнительную платформу, то подкаст, ютуб-шоу, еще что-то, да, это для вас. Но не нужно быть, как все его, типа вы сказали в инстаграм продавать онлайн-курс, вот только там и будут. Нет, ни в коем случае, ты права, и здесь важен именно тот самый первый шаг, неважно, какая платформа. В конце концов, если у вас есть аккаунт в Одноклассниках, и вы там понимаете, как работает, идите туда. Но лучше что-то для себя приоткрыть. И мой, на самом деле, хак, он примерно где-то тоже про это, только он еще более конкретный. Он для тех, кто уже что-то делает, и не важно, где и как. Прямо нужно себе в телефон поставить, наверное, самую простую, не напоминалку, напоминалка чуть другая, что такое, типа, будильник на раз в неделю. Для чего? Для сверки проделанной работы и поставки целей, точнее, не целей, а планирования на следующую неделю. Да, просто у кого-то это есть, как ну вот всегда там ежедневный, но очень многих этого нет. Даже я являюсь человеком с большим количеством функционала и так далее, я там где-то по старинке в блокнотике. Но это важно делать периодически. Для чего? Часть, искать за на часть из личного опыта. Во-первых, когда ты выпишешь, это займет, ну я не знаю, за обедом кофе пьешь 15 минут удовольствия. Именно выгружать, да? Текстом? Выгрузить, желательно, вот прям текстом. Ну кому-то комфортнее писать в телефоне, откройте заметки, напишите в телефоне. Но если нет постоянной привычки, все-таки надо себе. От руки другая соматика работает. Становится делать, помимо того, что это просто необходимо делать. То есть это дает еще и бонус. Вот такой хак. Воспользуйся своим советом. Потому что у меня тревожность сейчас супер повышена. Тогда тебе ее надо делать ну хотя бы раз в два дня. Каждый день, наверное, тоже перебор. Раз в два дня нормально. По утрам тогда. У тебя какое продуктивное время твое личное? Утреннее, дневное, вечернее? Вечернее. Когда все спят, когда я укладываю свою дочку, ей вот 9 месяцев моим старшим, это уже как-то меньше проблемы с младшей. Да, вот у нас спать. Все засыпают и начинает с моего времени писать стратегии, писать что-то еще там. Замечательно. Друзья, сегодня с Юра Карабаева подкаст «Влетаем» и студия записи аудио-видео-подкастов «Саундбар». История Какишев. Да, проект «Бизнес-намады». Сегодня, мне кажется, мы провели очень плодотворную, комфортную беседу. Сознательно не стали сильно очень загружать какими-то вещами, хотя очень много у нас было полезного фактажа. И я благодарю за то, что такой крутой телепроект пришли к нам записывать в нашем павильоне. Для меня это волнительно, потому что это впервые. И мне кажется, сейчас вы посмотрите, результат получился классный. И разговор о том, что некоторые вещи в классике маркетинга говорят о том, вне зависимости от того, что и как, надо делать call to action. Поэтому мой call to action тем, кто сейчас смотрит, слушает бизнес-номады, если вы в столице Казахстана и у вас что-то связанное с производством контента, коллеги готовы, я так понимаю, 24 на 7 час, час бота, потом менеджер будет подключаться вживую, отвечать на ваши вопросы по записи аудио-видео-подкастов в очень комфортном месте, ближе к экспо в Астане. Ссылки, как всегда, в описании. Одобрено профессионалами. Спасибо большое, Серик, за такой кредит доверия. Спасибо. Спасибо.